Всем привет! Вчера компания Google выложила образы с новой версией операционной системы Android 6.0 Marshmallow. Прошивки доступны для LG Nexus 5, Motorola Nexus 6, ASUS Nexus 7 2013, HTC Nexus 9 и Nexus Player. Вы можете установить их руками по простой инструкции на официальном сайте. Ссылка в описании. Впрочем, скоро начнется распространение от обновлений, поэтому можете просто подождать. По счастливому стечению обстоятельств в нашем распоряжении находится смартфон Nexus 6. От интернет-магазина маков нет. Ссылка в описании. Мы уже установили на него зефирку и готовы показать вам все основные нововведения и фишки Android 6.0, многие из которых перельются и в прошивке сторонних производителей. Первонаперво нас встречает новая стартовая анимация. Смотрится мило. На экране блокировки шрифт у часов стал более выразительным, справа по-прежнему запускается камера, а слева теперь голосовой ввод вместо телефона и звонилки. В интерфейсе стало больше анимации. Все плавненько и красивенько. Если, например, нажимаете на иконку на рабочем столе, то приложение раскрывается как бы от нее. В шестерке новые обои. Есть фотографии планеты, земных красот, а есть геометрическая психопатия. Что вам больше нравится? Архив с картинками залил на файл обменник, качайте на здоровье. Список виджетов пролистывается вертикально, но если у виджета есть несколько видов, то появляется и горизонтальная прокрутка. К слову сказать, появился прикольный виджет «Что играет», позволяющий узнать исполнителя, альбом и название трека. Программу, которую можно удалить, теперь можно удалить, перенеся ярлык в верхнюю область не только из меню приложений, но и с рабочего стола. Само меню приложений осталось, но его превратили в вертикальный список. Не самое удобное решение, на мой взгляд. Ползунком можно прокручивать до конкретной буквы, при этом первая программа, начинающаяся с нее, будет выделена. Можно производить поиск по приложениям. Для быстрого перехода к поиску зажмите виртуальную клавишу в меню программ. Четыре востребованные программы выносятся наверх списка, и вы можете отключить эту фишку в настройках Google в разделе «Поиск и подсказки». На рабочих столах экран с Google Now крайний слева. Подсказки Now теперь контекстные и вызывают с удержанием клавиши «Домой». Например, вы слушаете песню, вызываете этот сервис, и дальше вы можете перейти к YouTube, поискать фотки, новости и так далее. Если в переписке в сообщениях или на почте вы решили пойти поужинать куда-либо, то подсказка позволит быстро узнать адрес, время работы, отзывы, а также назначить события в календаре. Увы, но с русским языком в качестве системного контекстные подсказки пока не работают. Ванильный интерфейс Android, как обычно, не радует гибкостью и настройками, но многие будут рады скрытым системным параметрам, активировать которые можно удержанием шестеренки в шторке уведомлений. После нехитрых манипуляций в настройках появляется дополнительный пункт «System UI Tuner», где вы можете включить проценты в батарее, поменять порядок кнопок быстрого доступа в шторке, удалить там же ненужные кнопки, выключить иконки в строке состояния, а также запустить демонстрационный режим для разработчиков. При регулировке громкости вы можете раскрыть меню для доступа к дополнительным ползункам. Если вы меняете громкость оповещений и дошли до активации вибрации, то дополнительный клик по громкости вниз включит режим «Не беспокоить», пробиться через который сможет лишь будильник. Ну а к дополнительным параметрам режима «Не беспокоить» можно перейти из шторки. Скриншоты по-прежнему делаются с сочетанием клавиш «Громкость вниз» и «Питание». Оповещение о снимке всплывает в шторке, и теперь вы можете удалить ненужную картинку одним нажатием кнопки. Функция «Копировать и вставить» слегка переработана, и если у вас установлен переводчик Google, то вы можете перевести выделенный текст. Выделяя текст вправо, вы захватываете слова целиком, а идя влево, производите отмену выделения посимвольно. Если потом пойдете вправо, то тоже будет выделение поддельным символом. Удобно. Если тапнуть несколько раз на версию Android в разделе «О телефоне», то всплывет значок Marshmallow. А если вы его зажмете, то активируйте пасхалку в виде Android-клона Flappy Bird. На мой взгляд, игрушка стала попроще. По крайней мере, я уже с третьей попытки смог набрать одно очко. Это рекорд. Новые возможности появились в звуках и уведомлениях. Например, вы можете отключить звуки состояния аккумулятора, отключить краткие уведомления для определенных приложений. Каждому приложению можно назначить разрешение. В настройках приложения можно выбрать программу по умолчанию, просмотреть поддерживаемые ссылки, разрешить наложение приложений поверх других окон. В разделе «Хранилище» и «USB-накопители» показывается объем использованной памяти по типам данных. И оттуда же вы можете перейти в стоковый файловый менеджер. Он появился. Ура! В батарее не только показывается график и список задач, но и количество затраченных той или иной функций, емкости аккумулятора в миллиампер-часах. В разделе «Экономия заряда батареи» указано приложение, для которых активны и неактивны фирменные технологии сохранения заряда. Оперативная память выделена в отдельный пункт «Память». Вы можете посмотреть, как у среднего объема ЗУ был использован за последние 3, 6, 12 и 24 часа. Увидеть программы, которые больше всего жрут. В Google решили расширить поддержку дактилоскопического сканера на программном уровне. Если раньше с помощью отпечатка пальцев фактически можно было лишь разблокировать аппарат, то теперь отпечаток будет защищать покупки в Play Market, Android Pay и сторонних приложениях. Как это частенько бывает, в новой версии Android действительно немало изменений. Но в связи с тем, что интерфейс по сути почти не поменялся, большинство использователей так и будет думать, что нововведений минимум. Причем это касается как владельцев Nexus, так и других смартфонов, производители которых выпустят апдейты до 6.0, но не внесут существенные изменения в пользовательский интерфейс. Поэтому призываю, не надо судить об апдейте по внешнему виду. Новшество запрятано внутри, и они основательно причесывают зеленого робота. А вот насколько Marshmallow с новыми функциями и технологиями оказался эффективным по части энергопотребления, мы узнаем лишь в течение времени, когда компании начнут выпускать апдейты со своими тачвизами, сенсами, MIUI, флаймами и прочими Xperia Home. Если в этом обновлении вы еще обнаружили что-то интересное, то не стесняйтесь, пишите в комментариях, дополняйте. Спасибо за внимание, с вами был Евгений, мой был Telephone.ru. Жмите лайк, подписывайтесь на канал, смотрите другие видео и до свидания.